Пандемия коронавируса затронула все сферы жизни. Адаптироваться к новым условиям пришлось и предприятиям республики. Как справились с ситуацией на одном из флагманов электротехнической отрасли Чувашии в нашем сюжете. 70% сотрудников предприятия, в основном это разработчики и управленцы, теперь работают дистанционно. Сейчас уже можно сказать, что на вызовы предприятие отреагировало адекватно. Для всех, наверное, это была какой-то такой шоковой ситуацией, когда начались вот эти мероприятия. И мы, честно скажу, вам не были готовы на тот момент к тому, чтобы, так как предприятие производственное, резко останавливать производство. Поэтому эти решения, они нам дали тот спасительный, скажем так, вариант, который позволил нам грамотно перестроить наши процессы внутри предприятия. Эта возможность нам дала не сорвать наши обязательства и перед нашими заказчиками, и красиво выйти из этой ситуации. Уже почти 30 лет компания разрабатывает, производит, налаживает и эксплуатирует современную микропроцессорную аппаратуру. Сегодня ЭКРА – единственный российский производитель, который предлагает практически весь комплекс электротехнического оборудования собственной разработки. Как раз, наверное, то, чем нам стоит гордиться, это комплекс решений для цифровых подстанций, то, что здесь в том числе и представлено. То есть здесь все терминалы, они уже обвязаны не традиционными каналами, вот как раньше, а именно по цифровым каналам связи. Это то, что считается сейчас в будущем, и то, к чему мы движемся, соответственно, со всеми концепциями. Предприятие активно сотрудничает с учебными заведениями. Например, на базе ЧГУ функционирует лаборатория по электроэнергетике. Через эти совместные действия вырабатывать здесь и какие-то социальные программы, какие-то вопросы развития, прежде всего, научных изысканий для создания новых возможностей развития. Защита инфраструктуры, энергетической безопасности страны – то, на что сейчас нацелены предприятия. Это выведет и компанию, и отрасль на новый уровень работы. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Павел Иритков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова